И в продолжении дорожной темы. Автомобиль с так называемыми блатными номерами в Уфе можно встретить почти на каждой стоянке. Приобрести их хочет, если не каждый автомобилист, то по меньшей мере большая часть водителей. При постановке на учет в ГАИ предугадать, получение такого номера не получится, а вот купить через интернет можно. Причем его цена иногда выше стоимости самого автомобиля. Тему продолжит Евгения Кретова. Статусные и легко запоминаемые. Интернет пестрит информацией о продаже красивых автомобильных номеров. Цены на такой товар впечатляют. Например, одним из престижных в Башкирии считается номер, цифры которого совпадают с номером региона. Подобные регистрационные знаки обойдутся водителю в сумму от 50 до 200 тысяч рублей. 60 тысяч рублей будет оформление. 70 получает оформление. Как бы это законно? Я просто не знаю, можно вот так вот номер? Конечно, через оформление, через ГАИ полностью. По закону купить можно не сам номер, а машину с ним. Поэтому зачастую красивый номер ставят на так называемый автохлам, продают, после чего автомобиль возвращают, а номер оставляют себе. Система работает давно и распространена во многих регионах, в том числе и в Башкортостане. Заходим на один из сайтов, предлагающих покупку так называемых блатных номеров. Желаемые цифры и буквы можно ввести вручную и даже выбрать категорию. Премиум, зеркалка, номер равен региону и другие. После чего система автоматически выберет наиболее приближенные к запросу. Да, это все законно. Мы сейчас, точнее, по наличию, связываем вас напрямую с продавцом. Вы встречаетесь в ГАИ по договору купли-продажи, переоформляете номер перевешивания. Это все официально, легально, как бы все документы оформляются в ГАИ. А там, получается, с автомобилем, да, насколько я знаю, покупаю? Ну да, это фиктивно. Договор купли-продажи, фиктивно вы у него покупаете автомобиль вместе с номером. То есть за автомобиль вы, естественно, денег никаких не даете. Сразу составляется два договора купли-продажи. И машину ему отдаю, получается, да? Да. Договор никак нельзя предусмотреть, скажем так. То есть ты покупаешь изначально по объявлению машину какую-то там шестерку, там, семерку, там, старенькую с красивым номером. То есть, по сути, ты покупаешь машину. Свобода договора, 421-я статья Гражданского кодекса, может заключать любые договора. То есть самое главное, чтобы они не противоречили действующему законодательству. Все, то есть ты покупаешь машину за определенную сумму. То есть номер, он, согласно действующему законодательству, переходит вместе с машиной по усмотрению предыдущего владельца. Поэтому, в принципе, на законных основаниях покупаешь старую машину с хорошим номером, который, как бы, тебе нравится, или который ты нашел на всяких рубриках объявлений, скажем так. Судя по количеству машин с красивыми номерами, которые ездят по городу, у финских автомобилистов такие сложности не пугают. Многие из них считают, что красивый номер не только выделяет их из массы других автомобилей, но и повышает престиж автовладельца. А порой и избавляет от проблем с ГИБДД. Блатные номера. Кому-то самоутвердиться, кому-то попонтоваться. А вы бы купили блатные номера? Покупать нет. Но получили бы. У меня стоят. Мне кажется, что сейчас номера не очень важны. Главное, чтобы какой человек в машине сидел, а номера это ничего не знают сейчас. Номера можно в любой сейчас купить у организации. Так что это никакого значения не имеет. Ну, чтобы показать свой статус, наверное, так же, как вот есть же статусные вещи, драгоценности какие-то там. То же самое с номерами. Если видят крутой номер, значит, люди понимают, что это либо поблат, как бы тупо учил, либо купил. Если вернуться к истории, то изначально красивые номера были созданы еще в СССР для того, чтобы выделить автомобили работников государственных служб. А с его распадом в 93-м году появились новые ГОСТы. Все силовые структуры и правительство передвигалось на транспортных средствах с отличительными знаками. В республике, как и во всех других регионах, специальные виды регистрационных знаков сохранились до сих пор и являются способом определения ведомственной принадлежности авто. Например, серия РКС и ККС в республике означает, что это автомобили работников Курултая. 3М до замены номеров авто на синий принадлежало автомобилям МВД. Теперь с 001 по 100 используются прокуратурой. Остальные в свободном обращении. Серии из одинаковых букв используются и другими ведомственными организациями. В республике ведется борьба с продажей как спецсерий, так и просто красивых номеров. Например, номер 001, 100, 700, 777 практически невозможно получить. Их выдают на мусоровозы и машины осенизаторов. Многие считают, что это сделано для того, чтобы понизить статус красивых номеров. Тем временем в России хотят легализовать продажу красивых номеров. Предлагается выставлять регистрационные знаки на аукцион, а деньги перечислять в бюджет. Кстати, во многих странах подобные мероприятия уже проходят. Например, в 2008 году бизнесмен из Арабских Эмиратов купил номер с цифрой 1 за 14 миллионов долларов. В России же в настоящий момент самый дорогой номер оценивается в 10 миллионов рублей. Евгения Кретова, Сергей Ямаев, городской телеканал ЮТВ.